Северодвинска Полчаса без зебр и светофоров. Велосипедисты устроили масштабный парад. Город готовится к борьбе с пожарами и любителями выпить на свежем воздухе. Здравствуйте, в прямом эфире Вестник Северодвинска в студии Владимир Богомолов. 11 лесных пожаров произошли в 2011 году на территории Северодвинска. Грядущее лето обещает быть не менее жарким, а значит, горожане потянутся на природу к воде. Один из спутников отдыха – алкоголь – может сыграть роковую шутку с человеком, предупреждают экстренные службы города. Вместе с правоохранителями они готовятся выйти на борьбу со стихией и выпивкой. Первый лесной пожар накануне ликвидировали в Онежском районе. По предварительным данным, возгорание спровоцировало дерево, упавшее на линию электропередач. Однако с огнем справились за считанные часы. В прошлом году, по данным на этот же день, в лесах региона были зафиксированы 4 пожара общей площадью порядка 5 гектаров. По статистике, в 9 возгораниях из 10 виноваты люди. По прогнозам, ожидается лето очень жаркое, без дождей. Поэтому, вспоминая 2011 год, когда у нас на территории муниципального образования произошло 11 лесных пожаров и 2 торфяных, огромная просьба к населению соблюдать правила пожарной безопасности на дачах, не разводить костры. Значит, по возможности дачи обеспечить бочкой с водой, с огнетушителем. Стоит отметить, что уже 31 мая вступит в силу указ губернатора Архангельской области о введении на территорию региона лесопожарного периода. Вместе с этим введут ограничения на разведение огня в лесу и дачных участках, а пожарные будут нести усиленную службу. Если же беда произошла, обращаться просят по телефонам экстренных служб. Еще одной из летних бед для многих становится алкоголь. Излюбленные места горожан, набережная Зрячего на Яграх и набережная на бульваре строителей вот уже несколько лет принадлежат парку культуры и отдыха. И употребление спиртного, а также курение там запрещены. Два сквера, сквер ветеранов и сквер ЗНТЦ «Звездочка», ну и естественно парк. Вот пять таких объектов, они должны показать пример для подражания и бережное отношение к нашим детям, потому что они видят наше поведение взрослых и его дублируют. Ну а для тех, кто все-таки по привычке решил расслабиться с алкоголем на запретной территории, отдых может закончиться встречей с полицией. За употребление алкоголя в общественных местах штрафы доходят до полутора тысяч рублей. За повторное правонарушение, если оно выявляется в течение короткого периода, то есть там неделя, месяц, два, административный арест до 15 суток. Ну это на усмотрение судей. В прошлом году работа, проводимая сотрудниками полиции, принесла в казну города штрафов на сумму более полутора миллионов рублей. Штрафы в полиции называют крайние меры, ведь горожане сами могут уберечь себя от наказания, если просто попробуют проводить время, например, у моря без спиртного. Сергей Курбан, Семен Семегулин, Вестник Северодвинска. Северодвинск готовится к волне последних звонков. Для школьников в центре города будет организована развлекательная программа, так что взрослые горожане столкнутся с рядом ограничений. Официальные мероприятия пройдут на нескольких площадках. Движение транспорта в центре города будет временно ограничено. Колонна школьников пройдет по улице Советская от проспекта Ленина до улицы Профсоюзной с 16.45 до 17.15. Кроме того, с 14.00 до 17.00 для автомобилистов будет перекрыто движение от улицы Советской по проспекту Ленина до улицы Плюснина. С 15.00 до 15.45 мероприятия пройдут у Вечного Огня, памятного ознака ратному подвигу северодвинцев. С 16.00 до 17.00 на площади Победы, а с 17.00 до 22.00 в парке культуры и отдыха. Кроме того, в городе будет ограничена продажа алкоголя с 13.00 до 10.00 до 25.00 мая. 72 миллиона рублей в этом году направят в Северодвинске на поддержку молодых и многодетных семей. Определены объемы финансирования под программы обеспечения жильем молодых семей федеральной целевой программы жилища. 72 миллиона на 72 семьи. Все они в этом году смогут улучшить свои жилищные условия. Из них 38 семьи многодетные. С этого года предпочтение отдаются тем, кто воспитывает трех и более несовершеннолетних детей. Размер выплаты составит 35% от расчетной стоимости квадратного метра для семей с детьми. Самая маленькая сумма – это семья, не имеющая детей. Это где-то 500 тысяч рублей. Что касается самой большой семьи – это 6 человек. Родители и четверо детей. У нас такая есть – это миллион пятьсот. Финансирование программы осуществляется из федерального, областного и местного бюджетов. Все, кто попал в программу, успели встать в очередь до 1 сентября 2013 года. Многодетные семьи, вставшие на учет сейчас, получат субсидию в 2015-м. Счастливчики этого года получат сертификаты уже к осени. Реализовать финансовую помощь они должны в течение девяти месяцев. Всего в очереди 800 молодых северодвинских семей, рассчитывающих на поддержку государства. Северодвинская прокуратура начала проверку достоверности рабочего проекта реконструкции части помещений в доме на Ломоносово-76. Об этом представители надзорного органа проинформировали городскую администрацию. Напомним, жильцы здания почти год отстаивают в Северодвинском суде свое право на безопасное проживание. В городскую администрацию поступило заявление региональной общественной организации по защите прав потребителей, из которого следует, что ООО «Беломорский НВЦ», заявленный разработчиком проекта реконструкции, в этой роли никогда не выступал. Информация подтверждена справкой. Мэр Северодвинска Михаил Гмырин направил обращение к прокурору города с просьбой проверить подлинность проектной документации. Сейчас обращение в части фальсификации документов прокуратура направила в отдел МВД России по Северодвинску. Раньше Кремлевский, а теперь Президентский полк ежегодно пополняется шестью сотнями молодых бойцов. Со всей страны туда собирают лучших и самых здоровых парней. Отправляются туда и новобранцы из Северодвинска. В этом году специальная московская комиссия выбрала девять человек о том, что предстоит ребятам в первом полку страны. Сергей Курбан. Эти ребята уже сегодня покинули Северодвинск ради службы в армии. Год они проведут в первом полку страны президентском. Еще в феврале девять молодых людей прошли строгий отбор. О том, как будет выглядеть служба в элитных войсках, ребята знают пока только по рассказам знакомых и телепередачам. Эти ребята примерно одного роста, за метр семьдесят, с правильными чертами лица, безупречной кожи и таким же прошлым. Жесткие критерии предъявляет кандидатам отборочная комиссия. Обычно из Северодвинска на службу в президентский полк отправлялись от 12 до 15 призывников, но в этом году их чуть меньше. Ребята, я думаю, что можно отобрать достаточное количество просто конкретно представителям, потому что у нас вызывалось порядка 30 человек, а отобраны были только 9 человек. Я не скажу, что все обязательно попали, но обычно все, по-моему, северодвинцы, кто все были отобраны, все отправлялись на службу в президентский полк. А для этого северодвинца служба уже завершилась буквально несколько дней назад. После года в президентском полку Андрей Решетников вернулся домой. 9 мая младший сержант участвовал в параде победы на Красной площади. Андрей и его сослуживцы из роты охраны стояли цепочкой вдоль трибун у мавзолея Ленина. Два часа по стойке смирно, спиной к президенту. Ну, как бы, да, непосредственно все полностью парад, как бы видел и прочувствовал его, что когда вот идет техника, и вот аж брусчатка, аж под ногами, аж долго, очень к этому тренировались. Были и утренние тренировки на Красной площади, мы вставали вот в 5.30, шли туда, там час маршировали, потом в тайницком суду по три часа маршировали. Ну, потом были полковые тренировки, генеральная репетиция 7 мая. Ежегодно в президентский полк прибывает до 600 человек. Всего в нем числится до 1200 бойцов. Этим девяти северодвинцам еще предстоит пройти медкомиссию в Архангельске, а затем они пополнят ряды главного полка страны. Сергей Курбан, Владимир Богомолов, Семен Семегулин. Вестник Северодвинска. Стать героями наших сюжетов можете и вы. Обо всем интересном, что происходит рядом, сообщайте по телефону 580-700 или пишите на номера 8-911-0-580-700 и 8-911-550-3008. Напоминаю, наши новости вы можете смотреть на канале «Звезда» и на первом круглосуточном телеканале Северодвинска «ГТРК» – твое родное телевидение. А ровно 92 года назад в СССР появилась пионерская организация. В 1917 году Компартия поручила Комсомолу создать единую детскую коммунистическую организацию. Юные пионеры имени Спартака появились после решения 19 мая 1922 года. В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а после организацию переименовали во Всесоюзную пионерскую. Теперь о погоде. Слово ведущей рубрики «Небесная канцелярия» Ольги Матвеевой. Жаркий солнечный вторник обещают нам синоптики. Здравствуйте! О метеопрогнозах на завтра расскажу вам сразу после коротких анонсов. Далее в выпуске. Поездка на дачу оказалась последней. Авария в СНТ «Дружба» унесла жизнь Северодвинца. Железные кони вырвались на свободу. Байкеры в 11-й раз открыли мотосезон. Полчаса без зебра и светофоров. Северодвинцам строили масштабный велопарад. О метеопрогнозах расскажет вам «Небесная канцелярия». И вас приветствует наш спонсор «Мособлбанк». 20 мая по данным Гесметио в Северодвинске ночью ожидается 12 градусов тепла. А днем плюс 24. Ясно и без осадков. Ветер южный, юго-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать. И к вечеру составит 761 миллиметра ртутного столба. По народному календарю 20 мая купальница. В этот день с раннего утра ведра с колодезной водой выставляли на солнце. А днем из них окатывали себя. Считалось, что вода в этот день имеет очищающую магическую силу. В мире современном творит чудеса наш спонсор «Мособлбанк». «Мособлбанк» поздравляет северодвинсам с днем семьи. И объявляет год семьи по всей стране. Специальные условия для каждого клиента. А на этом у меня все. Желаю вам солнечного настроения и добрых улыбок. До свидания. Наша дружная семья. Папа, мама, ты и «Мособлбанк». «Мособлбанк» объявляет год семьи. От Калининграда до Владивостока – специальные условия для каждой семьи. Узнайте подробности на сайте «Мособлбанк.ру». «Мособлбанк». Мы вас любим. Марка номер один в России. Мы даем деньги при наличии кредитов в других банках. Учитываем даже неподтвержденные доходы. Возраст заемщика до 80 лет. «Пробизнес-банк». Мы даем кредиты. 53-95-95. В будущем технологии окажут влияние на наш рацион. Возможно, на прилавках появятся гидропонические овощи, гематогенизированные котлеты или цифровая ламшерсть. Но будьте уверены, продукты «Белозория» всегда останутся натуральными. «Белозория» от коровы даже в будущем. Внимание! Только с 12 по 31 мая в торговом доме «Калаш». Финальная распродажа. Скидки до 70%. Ткани, посуда, шторы. Спешите! Торговый комплекс «Гранд». «Морской 54», «Морской 56», «Труда 12». Остров Ягры. Приморский 30-34. В эфире «Вестник Северодвинска» и мы продолжаем. В городе вновь выявлена фальшивая купюра. На одной из заправок клиент предъявил кассиру для расчета 5000 рублей. У сотрудника возникли подозрения. Специальное устройство фальшивку не распознало, но кассир при детальном осмотре обнаружил признаки подделки. Полиция правоту кассира подтвердила клиент заправки о том, что деньги ненастоящие, не подозревал. О других происшествиях в рубрике «Протокол». Три пятерки, вот этот суббар, такой, к вам, смотрите. Так точно. Бумки, дару! Снимание всем подразделениям. Огонь 7, я комик. Передайте информацию. Спонсор рубрики «Протокол» ГСК «Новатор». ГСК «Новатор» предлагает строящиеся гаражи на острове Ягры, улица Краснофлотская. Размер 5 на 8. Центральное отопление, сигнализация, видеонаблюдение, электричество. Предоставляется беспроцентная рассрочка. При стопроцентной оплате стоимости скидка 50 тысяч рублей. Звоните по телефону 8 921 75 15 20. Свидетелями трагедии в минувшие выходные стали сотни дачников. Для многих это ДТП стало предупреждением. Поездка 42-летнего мужчины на дачу стала последней. Водитель ВАЗа 2106, двигаясь по городскому шоссе в сторону города в районе СНТ «Дружба», столкнулся с пассажирским автобусом. Выехала на полосу встречного движения, где допустила лобовое столкновение с рейсом автобусом ПАЗ 104 маршрута. В результате водитель автомашины 2106 погиб на месте. Пассажиры автобуса 12 человек не пострадали. Все пересели на другой маршрут и отправились дальше. На место трагедии прибыли спасатели, они вскрыли машину. На заднем сидении автомобиля находился алкоголь. Управлял ли погибший в состоянии опьянения, сейчас выясняет медицинская экспертиза. Еще одно ДТП произошло уже в городе на пешеходном переходе на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ломоносова сбили 11-летнего мальчика. По словам очевидцев, водитель Лады ехал на большой скорости и на запрещающий сигнал светофора. Мальчик получил очень тяжелые травмы черепно-мозговые. Настоящий момент находится в больнице. Водитель, как я уже сказал, молодой человек 75-го года рождения, оказался в состоянии алкогольного опьянения. То есть при прохождении медицинского осветительства у него было выявлено в крови 0,4 промере содержания алкоголя. Если травмы ребенка признают тяжким вредом здоровью, в отношении водителя лихочас заведут уголовное дело. Завождение в нетрезвом виде лишат прав. Все обстоятельства ДТП выясняются. Стал известен исход затянувшейся рыбалки троих северодвинцев. Напомним, в службу спасения от родственников поступило заявление с просьбой провести поисково-спасательные работы. 1 мая трое мужчин 45, 39 и 66 лет выехали в поселок Белое озеро и не вернулись. Конечная цель путешествия – сплавиться на резиновых лодках по рекам Казанки и Солзе до Плотины. Спасатели обнаружили потеряшек на четвертый день поисков. Правда, не в полном составе. По словам вернувшихся, самый старший мужчина утонул. В минувшие выходные из длительного заточения в гаражах на свободу вырвались железные двухколесные. Своих коней на площадь Победы пригнали более ста северодвинцев. Спортивные и классические – все проехали по городу единой колонной. Этому трюку северодвинцы учились не один месяц. Вот так поднимать мотоцикл на дыбы может только опытный мотоциклист. Порадовать северодвинцев в настоящем шоу на площади Победы собрались более сотни байкеров. В нашем городе они официально открыли мотосезон. Александр Кольж за свою жизнь сменил три мотоцикла. К этому сезону – Хонду на Ямаху. На мотоцикле обязательный атрибут открытия мотосезона – флаг клуба «Северные питоны». Транспорт – здесь машина, а это уже для души. Погода хорошая, настроение есть. Все, поехал, погодился, подышал воздухом. Победа его сэк. Северодвинцы открывают мотосезон традиционно в мае. В этом году любители железных коней собрались в одиннадцатый раз. Организаторы отмечают – количество мотолюбителей мотоциклов в городе стремительно увеличивается. Дмитрий Соборев специально продал машину, чтобы исполнить свою мечту и купить железного коня. Все свои поездки северодвинец фиксирует на память. Камеру вообще, как и все, увидел в интернете. Съемки с нее, как бы, ну, особенность ее на экшн-камера, как бы, для экстремальных видов спорта предназначена. То бишь, можно и под водой снимать без проблем, можно куда-нибудь вообще, в любые места прицепить. Камера записывает все покатушки, как выражается Дмитрий. Проезд мотоциклистов по улицам города дружной колонной также останется в памяти байкера. Открытие сезона любители двухколесных подытожили благотворительные акции. Собранные подарки они передали дому малютке. Марина Хохлова, Семен Самигулин, Вестник, Северодвинска. А вот велосипедисты сезон катания зимой и не закрывали. Но с наступлением летней погоды решили заявить о себе на всю страну. Северодвинцы накануне присоединились к всероссийской акции «Летс Байкет». Огромные колонны в 1200 человек они проехали по Архангельскому шоссе, а после пробега собрались на площади Победы. Подробности у моей коллеги Натальи Аскерко. Целых 30 минут без зебр, светофоров и пробок. Северодвинские велосипедисты единой колонны едут по самому оживленному шоссе города. Здесь не надо пропускать автомобили и спешиваться у пешеходных переходов. Такую радость жителям города Корабелов подарил всероссийский велопарад «Летс Байкет». Больше тысячи велосипедистов и всего несколько вот таких пассажиров. Годовалая Марина в прямом смысле за велосипедом с шести месяцев. О безопасности ребенка в колонне родители не забыли. Флажок, сигнал, чтобы видеть амортизации. Там фонари специально, чтобы видели водители. Ну и светоотражающая полоса сзади обязательно. А этот пиратский экипаж сегодня претендует на приз за лучший костюм. Две мамы говорят, воспитывают мальчишек так, что и наряды соответствующие. Бутылки из подрома, веселого Роджера и засушенную рыбу, как правило, северодвинки оставляют дома. Но от двухколесных коней в рабочие будни не отказываются. Всегда удобно. То есть вот по нашему городу, по такому маленькому, столько пробок, на велосипеде это получается быстрее. Конечно, не всегда комфортно, когда дождь, ветер, ураган. То есть можно на машине, а так вот летнее время года, осень, весна, лучше на велосипеде. Велосипед возит душу, а машина возит тело. Мы вот сейчас с Северного Кавказа вернулись, да, путешествовали на велосипедах. Было очень здорово. Очень много увидели, везде останавливались. И мне кажется, это круче, чем на машине. Летсбайки – движение всемирное. Его участники доказывают на велосипеде путешествовать безопаснее, экологичнее и даже быстрее. В колонии из тысячи велосипедистов ехать порой опасно, признаются активисты, если не соблюдать ряд заранее опубликованных правил. Ехать медленно, дружно улыбаться, не выезжать на встречную полосу, показывать основные жесты, маневры, поворотами, то есть руками обозначать маневры свои. И все. И улыбаться всем. В нашей стране к велопараду в этом году присоединились больше 40 городов России. Северодвинские велосипедисты стартовали на площади Победы. Туда же вернулись после круга по Архангельскому шоссе. Там участников ждали развлекательные площадки и фото на память. Осталось только найти себя и своего двухколесного друга. Наталья Аскерка, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. Настоящий башкирский мед, конфитюры свежих ягод, бесплатная дегустация, низкие цены. С 13 по 20 мая. Дом Корабела. Банка меда в подарок. Рецепт здорового сна от фирменного салона «Оскона». Только у нас ортопедические матрасы, подушки, кровати и постельные принадлежности. Только сейчас действуют скидки до 50%. «Оскона». Спите на здоровье. Ломоносова, 75. Дом Выта. Северное сияние. Вестник Северодвинска о спорте. Рев моторов и виск покрышек в эти выходные раздавался и на автостоянке завода управления. 26 пилотов из Архангельска, Новодвинска и Северодвинска разыграли призы открытого чемпионата города по картингу. На счету наших гонщиков 7 наград разного достоинства. Спонсор рубрики Северодвинский торговый центр. На открытый чемпионат Северодвинска по картингу приехали лучшие гонщики из 4 команд области. Соревнования проходили в 4 классах. В классе пионер, где объем двигателя 50 кубов, по итогам 3 заездов, весь пьедестал заняли представители Северодвинского мастер-карта. Золото у Вадима Шестакова, серебро у Максима Марова и бронза у Александра Фролова. В следующем классе 80 кубов. Наши пилоты вновь праздновали победу. Первый Никита Зелянин, второй Вадим Климцев и третий Никита Синяев. В самом многочисленном классе стандарт Михаил Степанов остановился в шаге от бронзы. В итоге все призовые места достались гонщикам из Новодвинского клуба «Сполохи». В самом престижном классе с двигателем объемом до 250 кубов основная прибавилась между 13-летним северодвинсом Олегом Игнатьевым и опытным пилотом из Новодвинска Алексеем Зориным. Ну что, Олег, идешь вторым, проигрываешь Новодвинску. Как оцениваешь, как хочешь обогнать его? По прямой мне все равно его не получится обогнать, мне есть только в поворотах. Всю жизнь сколько занимаюсь, с 97-го года, все время сюда приезжал, как бы. В картинге подготовка большая нужна, как бы. Вот, допустим, как у меня картинг, там один раз купил, как бы, и все, и мало вложения. А вот на советских картах надо постоянно вкладываться, на минсках, на этих, как бы, все ломается постоянно. Сплав опыта и хорошей подготовки позволил Алексею Зорину занять первое место. Вторым стал Олег Игнатьев и третьим Иван Опухтин. В командном первенстве победа досталась клубу «Сполохи», серебро у «Триумф юниор» и бронза у «Мастеркард». Константин Мухин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска. В центре развития флорбола «Северодвинска» при школе номер 9 прошел Куба города среди школьников 3-4 классов и первенство города среди учащихся 5-6 классов. В соревнованиях приняли участие 6 команд. Первое место досталось юным хоккеистам Ягринской гимназии. В главном финале им удалось выиграть сверстников из команды «Барракуда-1» школа номер 9. Лучшими игроками были признаны. Александр Демендюк стал самым забивным, лучший нападающий Никита Пономарев, защитник Алексей Вялков и вратарь Никита Богданов. Более старшие флорболисты разыграли первенство города. Лучшей стала школа номер 21, 2-я Ягринская гимназия и 3-я лингвистическая гимназия номер 27. Лучшим бомбардиром стал Илья Карельский, голкипером Никита Попов, защитником Александр Мошник и нападающим Александр Минин. А на сегодня это все новости о событиях вторника. Узнаем завтра, но не переключайтесь. Сейчас смотрите самые яркие кадры этих выходных. Напоминаем, материалы выпуска вы можете посмотреть на нашем сайте северодвинск.тв. Архивные сюжеты и понравившийся проект в любое удобное для вас время. Смотрите нас и все узнаете первыми. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Такого еще не было. Только до 31 мая в магазинах мебели «Диваны и стенки» проходит акция хит сезона «Диваны Боно». На самые популярные «Диваны Боно» скидки от 25%. Диваны и стенки «Ломоноса 85», дом «Быта 2-й этаж». Железнодорожная 37, торговый комплекс «Мега». Детские праздники в кафе «Челентано». Каждое воскресенье в 13.00. Аниматоры, конкурсы, призы и подарки. Подарите своим детям праздник. Ждем вас по адресу Лебедева, 8, кафе «Челентано». Телефон 555-045. Первый фирменный салон «Оскона» в Северодвинске предлагает матрасы, кровати и постельные принадлежности от недорогих до роскошных. И только сейчас действуют скидки до 50%. Наш адрес – дом «Быта», «Северное сияние». Улица Ломоносова, 75. Во вторник, 20 мая, в Северодвинске ожидается ветер южный, юго-западный, умеренный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 761 мм ртутного столба. Ясно, без осадков, тип погоды второй благоприятный. Температура ночью плюс 11-13, днем от 18 до 24 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – фирменный салон «Оскона». Трансформируемая спальная система «Эргомоушн» – рецепт здорового сна и полезного отдыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова